В Тюмени встретили список иконы Божьей Матери Млекопитательница. Она преодолела долгий путь из Халендарского монастыря, который находится на горе Афон в Греции. Икона уже побывала в Тобольске, а ближайшие две недели ее можно будет увидеть в храме в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. У Копи удивительная история. Тему продолжит Елена Старых. В воскресенье в 8 утра в Тюмень прибывает икона Божьей Матери Млекопитательница. Вернее, ее список для православных событий значимое. Торжественную службу совершает митрополит Тобольский Тюменский Дмитрий. История этого списка началась несколько лет назад. Митрополит Тобольский Тюменский Дмитрий во время визита в Халендарский монастырь попросил привезти икону на Тюменскую землю. Но сделать это оказалось невозможным, святыня не выездная. Тогда владыки сказали, что есть монах, который может написать точную копию. Это впервые полная копия, что написано монахом Халендарского монастыря. Он писал ее в 30-шнем годах. То есть молясь около этой иконы, находясь около нее и писал. Прошло несколько лет, разговор уже забыл. Но буквально неделю назад из монастыря пришла весть. Список иконы Божьей Матери готов, и он едет в Тобольск. Это стало неожиданностью и пока даже неизвестно, в каком храме он будет находиться. Будем решать, спрашивать благословение святейшего, благословение священно-началия. Сами будем, ну как бы сказать, вырабатывать решение. Но она уже у нас. Она благословение Тобольской митрополии. Вот святой горы Афон. Если благословят, мы будем еще, конечно, люди уже просят из других городов, чтобы приехала эта святыня. Икона Божьей Матери Млекопитательницы считается покровительницей кормящих матерей. Но сам оригинал располагается в мужском монастыре. Туда вход женщинам запрещен. Это благодать. Благодать ту, которую, например, не испытываем мы женщины, когда нам не дают, да, например, туда приехать. Женщины, в принципе, не могут там побывать. А здесь, ощущая вот ту благодать, в принципе, мы можем, имеем такую возможность. Про икону мы узнали сегодня. И, конечно же, для нас это очень радостное событие, что мы можем приложиться к иконе, попросить Пресвятой Богородицы милости для нас. Пока Млекопитательница в Тюмени в храме в честь Благовещения Пресвятой Богородицы и проводит здесь ближайшие две недели. Елена Старых, Андрей Захаров, Тюминское время.